Здравствуйте. Какова сегодня эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители республики Сахая-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки в Якутии выявлено и определенно 44 новых случая коронавирусной инфекции. В том числе в городе Якутске это 20 случаев, в Мирном 4 случая, по 3 случая в Алданском, Неренгринском и Верхневилюйских районах, по 2 случая в Горном, Мегино-Канголазских районах, по одному случаю в Нербинском, Оленёкском, Сунтарском, Татинском, Уссалданском, Ханголазском и Ленских районах. Соответствующие санитарные службы на территориях районов совместно с медиками центральных районных больниц выявили все ближайшие контакты, их изолировали и, соответственно, начали лечение сегодня по всем выявленным случаям. Необходимо обратить внимание, что очень много вызывает общественного резонанса, обращение и приход вируса в небольшие населённые пункты. И это, безусловно, тогда, когда в небольшой населённый пункт, действительно, вирус очень быстро распространяется. Мы видели это на примере солбанцев в Намском районе, когда буквально за два дня непосредственно весь взрослое население оказалось под угрозой этого вируса. И, соответственно, сегодня в сети появилось обращение, которое написано жителями села Желинды, Оленёкского района. Я хочу, соответственно, ещё достаточно официально чётко сказать, что на настоящий момент ситуация находится под контролем. Есть там и соответствующая медицинская бригада, и Оленёкское первичное звено Центральной районной больницы оснащено всем необходимым для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Да, действительно, в этих ситуациях каждый ведёт себя по-разному, но именно сейчас очень сильно нам важна консолидация всех вместе. При этом консолидация не только жителей и медиков, но сегодня ещё нужна и консолидация в преддверии 1 сентября жителей всей республики, особенно тех, кто является и родителями, значит, маленьких детей, которые пойдут в детский сад, и родителями тех, кто пойдёт в школу. Сегодня и родительская общественность, медицинская общественность, и все вместе мы должны чётко понимать, что наша задача органов государственной власти, органов местного самоправления обеспечить безопасное 1 сентября, ну а, соответственно, родителям вместе с детьми, тоже соблюдая все нормы, постараться, значит, непосредственно войти в этот учебный процесс с чётким пониманием о необходимости соблюдения тех или иных санитарных эпидемиологических норм. У нас впереди 1 сентября, очень много вопросов возникает по тому, как будут обучаться наши студенты высших учебных заведений. Сегодня чёткая позиция есть у Северо-Восточного федерального университета, и на настоящий момент в сентябре месяце, значит, очно будут учиться только студенты первого курса. Остальные студенты начинают обучаться непосредственно дистанционно. Просим отнестись также к этому достаточно со спокойным, спокойно и, в общем-то, приступить к обучению так, как и требует этого учебная программа. Ко мне уже буквально в субботу, в пятницу, был ряд обращений от студентов. Некоторые из них, говорят, готовят, значит, обращения для того, чтобы начать очное обучение. Давайте проявим немного терпения, посмотрим, как у нас пройдёт сентябрь, а, соответственно, в сентябре отучимся дистанционно, для того, чтобы в последующем у нас не было достаточно больших вспышек заболеваний. Студенты, в отличие от детей, они уже всё равно относятся к категории взрослых, и сложно сказать, что во всех случаях у них заболевания проходят бессимптомно. Уже есть определённого рода более серьёзное течение заболеваний как таковое. Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации студентам, в отличие от детей, рекомендовано находиться в вузах, в масках. А поэтому, значит, вот здесь, на этот момент я бы тоже хотела обратить внимание. Наши врачи работают как в инфекционных стационарах, так и в амбулаторных стационарах в республике. И также лечат, продолжают лечить как дистанционно, через облачную поликлинику, так и очно тех больных, которые лечатся амбулаторно. Значит, однако за последние сутки у нас подтвердилось два летальных случая именно от новой коронавирусной инфекции. Лаборатории Республики продолжают работать, и проведено было за последние сутки, хотя было и воскресенье, 2400 исследований на коронавирус. На что бы еще сегодня хотелось обратить внимание? Это на то, что начинается, соответственно, прививочная кампания, идет прививочная кампания против гриппа, и наша задача ни в коей мере не допустить микс этих инфекций. Поэтому сегодня всем районам поставлена задача найти отдельные помещения под размещение стационаров под гриппозных больных. Грипп приходит нового штампа. Соединять их в одной больнице, в одном инфекционных стационарах с ковидными, безусловно, ни в коем случае нельзя. Поэтому возникает ряд вопросов о том, что в интернатах, в общежитиях могут быть использованы и эти интернаты, и общежития под резервные стационары под гриппозных больных, наших же с вами жителей республики Саха-Якутия, жителей определенного населенного пункта. Поэтому каждый случай рассматривается отдельно. Большая просьба без флешмобов разрешать все вопросы на уровне непосредственно органов местного самоуправления. Всегда можно найти непосредственно компромисс, особенно когда выбор стоит между здоровьем и нездоровьем. Спасибо большое.